Всем привет! С вами, как обычно, Ниагара, и это очередная серия прохождения Ведьмак 3. Сейчас отправляемся обратно к Барону. Надо с ним поболтать. В прошлой части я помогала этому странному очень человеку найти его козу Я надеюсь, что по дороге к Барону на меня никто больше не будет нападать Как там всякие разбойники Не хочется пока с ними сражаться И движемся, все еще движемся по Основному сюжету, не заходя пока в дополнительные квесты Так, подождите, что-то этой женщине надо. Мы можем с ней поговорить Помоги, старушка Что у тебя случилось? Помоги старой слабой женщине Что случилось? Ночью безбожники часовинку верной милосердной разорили, чтобы им пусто было Починить надо вночасовинку, иначе верная обидится Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют Ну ладно Ну ладно Паршаи бородавки? Звучит серьезно, я тебе помогу Поможем, что уж Тут делов там, поставится на место Готово Добрые боги, мне тебя послали Есть теперь кому у нас часовинки чинить? У меня уже есть ремесло, я ведьмак А не реставратор древней деревянной архитектуры Ведьмачье дело за злом бороться А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут Так, я все восстановлю, если будет по дороге Ладно Если что увижу, я поправлю Но сворачивать с пути я ради этого не стану А тут везде близко Поки тебя направят Только не это! Опять! Так Где плотва? А, нет Ты че? Ну как иди сюда Че туда залезла? Ну если где-то что-то увидим, то да Остановиться починить не так сложно, да? Ну пока что скачем дальше Замок молния ударила По своим делам Пошла Офигеть! Тут-то все цейненькое, да? Вроде Замок-то горит Ребята Вот та-та-дам! Что здесь произошло, пока я там с козой возилась? Скала И вот с этим колокольчиком Убирают с кем Так-так-так, давай-давай-давай, погнали Плотва, держись! Че-то народ тусуется Ну я не буду спрашивать у них Что здесь произошло? Мы сейчас быстренько доедем Офигеть Ну извиняюсь, извиняюсь Разойдись Нет у него, как у велика, этого сигнальчика Типа Алло, вступи дорогу Ну давай, Плотва, давай 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 Не может Что-то она не может у меня эти ворота зателывать Ладно, мы, люди не гордые, добежим, если что Даже вот так вот быстренько Так Панику там такую развели По поводу пожара Сейчас мы все и выясним Че стряслось-то? Да Освен Где Освен? Видел его кто-нибудь? В конюшню пошел вроде Что? Горит Вы что, не видите? Почему никто не тушит? Так все боятся? Воронка кошалеет Так пощады не жди У меня брат в конюшне Спасите его Не то живьем сгорит И он, и коней Да Посмотрю что надо Попробую Быстрее Оры на меня Так, а где, конечно? Спасти конюшню Ну, конюшню Вот Похоже, дождь собирается Да, похоже, а че тут кто-то припер Поджечь Я не знаю Поджигать тут Скорее Гасить все надо Так, воздух А, не хватает ему воздуха Похоже, мы тут можем залезть наверх Твою мать Сколько дыма Надо торопиться Да блин Идем Идем Не видно же, ни черта Идем, может быть, а? Давай, давай Так, я могу вот Сюда! Сюда! Я выйти не могу! Идем! Я тебя сейчас заберу Открывай 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 Маши здесь И здесь тоже Блин, у меня вовлек кончается чё чувака-то мы не спустим лошадок освободили я знаю что у твоей жены был выкидыш это было до или после того как ты ее избил до полусмерти ты на что намекаешь не держи меня за идиота ты ее много лет колотил в конце концов они не выдержали и убежали так ух ты так у нас кулачный бой они убежали от тебя я его не вижу блин какого лёшего так вот так будем биться тогда я подлечиться не могу короче мы друг друга дубай сели надо поговорить блин я переживаю что только лошадок выпустила помню чувака там не видела он где-то кричал но я его не нашла у меня поступок заканчивался но он же дверь открыл паренек выбрался садись ты их бил я на тамару в жизни руки не поднял она анну анна это другое дело она всегда знала как меня достать так ты не бил дочь после того что я видел на дворе сложно поверить что для тамары ты был любящим папочкой да и не верь только она всегда для меня была светом в окошке она могла здесь делать что хотела он спроси любого она верхом ездила охотилась иногда отправлялась в разъезды с моими людьми это ее присылали ко мне когда в бешенство впадал только она одна могла меня успокоить если у нее была здесь такая безмятежная жизнь зачем она убежала если б я знал ты был бы не нужен так а что у тебя с женой была чем тебя так жена доводила суп пересаливала носки не штопала мы двадцать лет вместе она меня видела и пьяного и трезвого а рядом была когда я победителем возвращался и побитого перевязывала она одна знает куда нажать чтобы было больно и за это ты ее колотил за то что она тебя бронила эх ведьмак да что ты понимаешь в общем может когда нибудь я тебе расскажу ну когда нибудь не сейчас ладно ты знал что они убежали ты с самого начала знал что они сбежали знал а почему мне не сказал ты потратил мое время узнай ты что я за собственной семьей уследить не могу ты б меня размазней считал и ни хера б не уважал как перевод вообще так я знаю как их найти они не бежали а то ты их выгнал рассказывай давай рассказывай все что помнишь начиная с дня побега и в этот раз я хочу слышать правду а то второй фунгал поставлю я тогда пил третий день ну пришла Анна и сказала что они уходят я умолял ее чтобы они остались но она не слушала я пытался ее удержать а она вырывалась и ну упала а больше ничего не помню проснулся утром по боссаных портках из шишки на голове а их уже и не было ведьмак сука ты знаешь каково мне теперь а хер ты что можешь знать ничего у меня не осталось ничего только бутылка так как же следы борьбы в комнате а как же следы борьбы которые я обнаружил в комнате как же дыра в стене разлитое вино мы сцепились она пыталась меня подсвечником по башке оттоварить но угодила сначала в стену потом в столб я отступил налетел на стол ну разлил вино и поскользнулся она воспользовалась моментом и на лестницу рванула а все время с этим чертовым подсвечником в руке я на лестнице поймал мы упали я уж думал все схватил ее она вывернулась и меня подсвечником по голове шарахнула у меня в глазах аж потемнело я может даже на минуту выключился это что было потом что было потом 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 было еще хуже я потом снова проснулся солнце заходило а сколько дней прошло я не знаю я думал все это гребаный кошмар пошел в спальню а он уже не застал зато всюду была кровь я тогда уже знал она потеряла ребенка мне о ком горло подступил я подошел к кровати и увидел ее она лежала там маленькая беззащитная на окровавленных простынях мертвая из-за меня так что ты сделал да из-за тебя или нет но талисман который носила анна мог быть как то с этим связан с выкидышем что ты сделал с ребенком а что мне было делать вынес да закопал вот так просто не думал я тогда о погребении то просто хотел чтоб все закончилось уже я об этом ребенке мечтал я анете говорил вот он родится на свет и все изменится к лучшему а он умер прежде чем родился мой ребенок умер понимаешь ведьмак я тебе сочувствую я сочувствую я сочувствую тебе спасибо надеюсь ты найдешь свою цири по договору сперва я должен отыскать тамару и анну и все идет к тому что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь как это бывает что выкидыш если не провести обряд погребения перерождается в игошу во что сука тебе не надо знать подробности подробности тебе ни к чему нам в этом помогут узы крови которые связывают игошу с твоей женой и дочерью как есть два способа предания гласят что игошу можно ритуально похоронить под порогом дома тогда он превратится в чуро это такой дух хранитель который сможет привести меня к твоей семье а что второй способ убить игошу и взять немного крови в этом случае мне понадобится помощь выражая не убивай моего ребенка он и без того настрадался ты расколдуй его пусть он наконец упокоится так не решил покажи где ты закопал плод прежде всего игошу нужно найти я покажу тебе где я ее похоронил и я выкопаю эту самую могилу под порогом она и так и эдак пригодится если превратить игошу в чуро не получится будет где похоронить нас обоих все дело сразу или я зайду позже давайте там еще по моему сначала нужно кое с чем разобраться только ты поторопись а я а мне то что делать иди копай проспись спросить бараона да да мы спросили только там ребята знаете что было по моему можно было комнату цири обыскать по следам цири это да дополнительные задания вот комната цири давайте-ка посмотрим где это находится потом здесь я не помню я здесь все осматривала нет дальше видимо прямо до дверка похоже или вот здесь значит здесь ночевала цири а ну так травник сюда мы можем что-то выложить ну топорик давайте выложим я не знаю хоть не часапоги или это все продать нет ладно обратно но я пока все с собой буду таскать у меня не так много тайне да у меня не так много вещей лишних тем более чтобы что-то выкладывать и что-то там неясная природа проклятий неясная природа проклятий лидия ван бреди ворд откуда у нее такое сейчас мы еще чутье используем я пока так похожу там еще что-то валяется загасить все время хочет гасить так что там у нас вряд ли им играла цири а вот гретка гретка задание дополнено так вот смотрите-ка что это такое это наверное цири похоже она уехала в спешке прочесть книгу ну ладно где там у меня книжица так а тут мы еще что нужно посмотреть да талисман предмет необходимы для задания хорошо ой долго да читать тут моим дорогим друзьям филиппуане от графа лагевра министра культуры королевства тимири визима 1265 год весьма ошибаются те кто считает что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа направлено против другого удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятия на самого себя или на находящиеся поблизости неодушевленные предметы последствия подобных происшествий трудно предугадать зачастую это приводит даже к смерти существ находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий мадам амелия варакрус леон рекомендует как минимум следующее очиститься от негативных мыслей стремясь полному единству с миром и гармонии тела и разума ну окей с посвящением барону и его жене кажется у них в вы зиме были высокопоставленные знакомые ну да уж так теперь нам нужно поговорить с греткой гретка похоже вот здесь дверка так какие татушки да можно прихватить парочку с собой тут все смотрим на плите что то да блин застрял ха 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 пойдем поболтаем вот тут что то можно взять полченый жемчуг спирт пригодится да для ласточки мне пригодится спирт то есть у него такая настойка на спирту ты убьешь всех чудовищ всех химическая паста гретка я всех убьют только расскажи ко мне что там у тебя вот еще что то тут проволока ладно ты гретка я а ты геральт откуда ты знаешь потому что у тебя белые волосы и медальон с волком цири мне рассказала я нашел эту игрушку в комнату это не твоя волчок где ты его нашел в комнате цири мы играли там иногда однажды мне было очень грустно и цири вырезала мне волчок жалко что я пришлось уехать что говорила цири ух на меня сто очков вы с цири же разговаривали? ну да она не говорила например куда собирается или зачем она здесь говорила что ищет тебя и чародейку только ты здесь значит тебя она не нашла ну может хоть другу этому своему помогла так в каком друге цири хотела помочь какому-то другу какому не знаешь? как это какому? другу своему она сказала что он угодил в переделку а она должна его спасать угу ты знаешь где она? ты не знаешь где цири? нет однажды когда я принесла ей завтрак ее уже не было а барон сказал что она уехала ты не спрашивала куда? я спрашивала но она сказала что я маленькая и все равно не пойму но цири оставила мне подарок какой? вот такой зеленый камешек ух ты красивый подарок спрячь его хорошенько и никому не показывай он очень ценный пока что ли? спасибо ну иди играй дальше я не играю я помогаю угу найти ведьму нет мы не будем сейчас ведьму искать нам нужно с бароном поговорить охота на ведьму у меня там подключилась по следам цири дела семейные спросить барона где он похоронил младенца возвращаемся к нему ну я тут осмотрела да комната цирь получили мы дополнительные очки опыта что немаловажно ну и теперь будем с Егошей разбираться ну и как? ты готов? как пионер? чем быстрее со всем разберемся тем лучше лучше всего сегодня в полночь тогда давай тут подождем а ближе к полуночи выйдем я покажу тебе могилу вели людям сидеть по домам и пусть насыпят под дверью черту из соли взять лопату ну чтоб могилу раскопать ну не руками же бери пригодится только могилу раскапывать не понадобится а новую копать под крыльцом он же говорил что самое то кого нибудь там да похороним еще немного давай за мной ну пошли веди меня барон тут у меня плата кстати неподалеку по сердцу имя ребенку дали? да нет это зря имена сильные магические печати гроза мать ее мать перемать что где он ее закопал то? это здесь ааа отлично это место выбрал да оставь ты меня уже я сука знаю что так не делается хорошо что знаешь яма раскопанная и пустая что это значит? что и Гоша вышел на охоту ооо ужас смотри с пуповиной ааа жесть так превратить возьми его на руки быстро а если он разозлится он же нас мигом загрызет не повышай голос и не то растревожишь его пока он спокоен ни хера себе что ж будет то если он забеспокоится он перегрызет тебе шейную артерию и ты истечешь кровью прежде чем я успею тебе помочь скажи если он начнет вертеться я успокою его магией подними его возьми его в руки покоя ну давай на кассипорио помогай тебе боги мои папа вернемся в замок как? прямо с ним? кажется ты хотел проверить силу легенд и обратить его в Чура да пошли чёрт чё мы где захотели то? чё мы где захотели то? он идёт за мной вот ход идёшь? давай бегом дойтись с баловым по входу в замок так он идёт за мной ну дело в том что я как-то быстро бегу в оборону вполне знаю ну давай чё с ним не так опять? чё? вау 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 тихо охранный щит пошёл нафиг что бегу? оп уходим да блин так один есть ещё один ох здесь сколько ай вау 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 ай да куда ты мажешь? размахался, сейчас атакуют так отлично, да, калбасим уходи хорошо, что щит стоит ах ты, отходишь, да? по двое, такую такую Поразительно. Еще раз щит. Я бы не вижу. Так, один он остался, нет? А, все. Так, успокоить. Так, что ли? Ушеломление. Успокоился. Фуф. Отбились. А что, можно помедитировать прямо? А, нет, нет. А что ты с ним хочешь сделать? Я ничего, а тебе надо его зарыть под порогом. Если придай мне в руку к следующему утру, он превратится в Чуро. Тогда он будет связан с твоим домом, а мне поможет найти твою семью. Супер! Отличный план. Давай, шевелись быстрее. Быстрее тебя бегают. Ну, он так на вытянутых руках несет. Че? Все больше, надо спешить. Ау, во, во, во. Пап, парни, парни. А, парни, щит. Эй, вы че все сразу-то? Да, вы че за колебали? Во, 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 во. Надо слинять, по-моему, подальше. Да нет, ты зачем меч-то убрал? Гераль. Какого нафиг я? Так. Уходим. Да, ставь ты щит. Что-то в этот раз как-то очень плохо дела у меня обстоят. Ой, 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 ой. Уходи, уходи. Басточки-то больше не надо. Да, блин, а сколько трое еще? Так, уходим. Уходим, уходим. О, ба-ба-ба-ба-бам. Последний, да? Фуха. Я тоже. Ты сливается, как уголь. Я его не удержу. Так. Ага, ладно. Ну, успокойся. Получилось. Или стал вроде. Так, дайте-ка помедитировать место. Ты выбрал имя? Нет. Ну, так придумай какое-нибудь, это важно. Пока идем, давай. Это, ты девочка? Как Анна хотела бы ее назвать? Если быстренько щит опять сделан. А че, не могу, да, блин, ну не помедитировать там. Масточка закончилась. И не одна, вторая их атака как-то до 8 минут тяжелая. А мы пришли, слава богу. Кто теперь? Повторяй за мной. Силами неба и земли. Силами неба и земли. Миром, что не стал твоим домом. Миром, что не стал твоим домом. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Прости меня, та, что пришла, и кого я не принял. Нарекаю тебя именем, и скажи его. И признаю дочерью. Нарекаю тебя, да я. И признаю дочерью. Хорошо. Теперь зарой тело. Буду надеяться, что заклятие подействует. Что теперь? Через сутки Дэя должна превратиться в Чура. Я останусь здесь и подожду, а ты возвращайся к себе. Я подожду с тобой. Исключено. Но... Ребенок-то мой. Я за все в ответе. Поздно проявлять родительскую заботу. Потом ты ничего не сможешь сделать. Но я... Никаких но. Это работа для Ведьмака. Я должен ждать здесь, пока Егоша не превратится в Чура. А ты возвращайся к себе и постарайся не упиться до беспамятства. Круто. Отправили его. Мы получили еще немного очков опыта. Что там у нас по поводу ласточки? Так, да-да-да. Мы поняли это. Ласточка уже есть. А это что такое? Белый мед. Смотрите-ка. Снижает интоксикацию до нуля. Отменяет действие других эликсиров. Можем забодяжить. Окошко. Видеть в полной темноте. Ух ты. Какая хорошая штуковина. Что там у нас еще есть? Интересного. Сам бум какой-то. Ослепляет противников в радиусе. Взрывы уничтожает. Гнезда чудовища. А-а-а. Какая хорошая штука. А-а-а. Отлично. Ну ладно, ребята. В общем-то, похимичили-то немножечко напоследок. Призвать Чури на месте погребения и Гоши. Да. А уже что, уже можно? Ну-ка, а что он там пишет? Да блин, ничего не вижу. Да, Геральт, не бегай так быстро. Чуть-чуть подойти. Ну и... А, сидеть и ждать. Ну хорошо, мы будем ждать. И помедитируем пока что. Встретимся с вами в следующей части. Всем до скорого. И пока-пока.